По мнению многих экспертов, Узбекистан продолжает активизацию внешнеполитических контактов на основе многовекторного и взаимовыгодного сотрудничества, когда выстраивается абсолютно новая архитектура совместных проектов и создается совершенно иной имидж нашей страны на международной арене. Рабочая группа Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии сегодня провела встречи в Законодательной палате Оли Маджлиса и с Амбуцманом, в ходе которых прозвучала высокая оценка масштабных реформ республики. Здесь гостей ознакомили с деятельностью Законодательной палаты и предоставили полную информацию об осуществляемых реформах в стране в соответствии со стратегией действий. Подробно рассказали о каждом пункте документа, который включает в себя вопросы совершенствования системы государственного и общественного строительства, обеспечения верховенства закона и реформирования судебно-правовой системы, либерализации экономики, развития социальной сферы и обеспечения безопасности, межнационального согласия, осуществления внешней политики. Проинформировали также о созданном уникальном механизме диалога с народом, который дает положительный результат. А еще о запущенном портале коллективных электронных обращений «Менемфикрым» – «Мое мнение», посредством которого граждане могут выражать свою позицию и мнение по различным вопросам. Узбекистану уделяется огромное стратегическое значение, в частности, в сфере проводимых реформ. Мы действительно наблюдаем серьезные реформы, проводимые в настоящее время в стране. В ходе встречи гости обратили внимание на такие важные аспекты, как образование, экология, охрана окружающей среды, защита прав и интересов человека, а также взаимоотношения с соседними странами. После конструктивного диалога гости ознакомились с залами заседаний. Мы обсуждали возможность развивать отношения между Европейским Союзом и Узбекистаном. Есть, может быть, в будущем новые соглашения между Европейским Союзом и Узбекистаном. Мы готовы поддержать реформы, которые Узбекистан проводит с президентом Мирзиоевым. Мы готовы, как Европейский Союз, поддерживать те реформы, которые президент Узбекистана и парламент Узбекистана хотят делать, чтобы улучшить страну. В повестку дня также вошло и посещение делегации ЕС Центра стратегии развития, где состоялась встреча с уполномоченным Али Маджлиса Республики Узбекистан по правам человека-амбудсмана. Гостей ознакомились с деятельностью Центра, а также мерами, предпринимаемыми по обеспечению прав, свобод и интересов граждан. Редактор субтитров А.Семкин